Привет! Перед просмотром данного видео я вынужден предупредить тебя, что это будет не обычный обзор. Многое сказанное здесь покажется тебе скучной и бессмысленной болтовнёй, но это не совсем так. В этом видео я расскажу тебе всё, через что я прошёл, как и почему я выбрал именно эту камеру, чем она лучше той же 6500 и с какими трудностями я столкнулся спустя 3 месяца использования. Если ты выбираешь себе камеру или вдруг собрался приобретать 6400, то я уверяю тебя, что это видео будет чрезвычайно полезным. Начинаем! О покупке хорошей камеры я мечтал уже очень давно, наверное именно поэтому я придаю этому всему такое большое значение. С видеосъёмкой и монтажом я познакомился ещё в школе, продолжил это дело в университете и так всё пошло-поехало. Снимал и монтировал, конечно, что попало, в основном всякие приколы, либо друзей, но уже в университете я успел даже на этом немножко заработать, сняв и смонтировав ролик на конкурс Мисс Университета. Это были, наверное, первые неплохие деньги, которые я смог заработать своим хобби. По сути, на протяжении всей своей жизни я никогда не переставал этим интересоваться и проделывал просто колоссальнейшую работу самообучения. Если бы не тот интерес, я, наверное, вряд ли бы так просто создал свой канал, ведь элементарно монтировать в программах я бы не умел. Когда у меня на канале вышел топ-5 бюджетных камер для видео, тогда-то я уже прям основательно взялся выбирать себе камеру. Мне очень хотелось купить хорошую камеру, недорогую, но при этом и не дешёвую. Именно поэтому вначале я рассматривал огромное количество камер от Canon и даже от Panasonic, как новые, так и БУ. Не то, чтобы я совсем не хотел камеры от Sony, нет, просто я их, честно говоря, даже и не рассматривал. Ведь, как я уже говорил ранее, мне нужна была хорошая и недорогая камера. И если с хорошей у Sony всё отлично, то с недорогой, я думаю, вы знаете, как там дела обстоят. Причём это касается не только самих камер, но и объективов к ним. Вначале моими фаворитами были камеры Canon 60D, 80D и даже новая 90D. Я размышлял над тем, чтобы потратиться и взять новую модель, которая, в отличие от своих предшественников, умела уже снимать видео в 4К. Далее я также рассматривал и камеры от Panasonic, Lumix GH4, который тоже далеко не новый, но уже тогда умел снимать видео в 4К и вообще считаются отличной камерой именно для видеосъёмки. А также его новая модель GH5, на которой, честно говоря, уже было жалко денег. Про Fujifilm я слышал очень мало и поэтому даже не рассматривал их. А Nikon, ну, скажем так, никто не советует. И в тот момент, когда я уже начал полностью осознавать, что вот-вот у меня будет настоящая полупрофессиональная камера, с которой я смогу начать работать, я начал понимать, что хочу снимать видео не только на свой канал. Я загорелся идеей продолжить снимать видео, но делать это уже совершенно на другом уровне, более профессионально и в дальнейшем зарабатывать любимым делом. И тут я понял, что как ни крути, я придётся раскошелиться чуть больше, чем я рассчитывал. Чисто случайно мой знакомый, который снимает свадьбу, продавал свою вторую камеру Sony Alpha 6520A и предложил мне её купить. Я долго её изучал, все достоинства, недостатки, смотрел тесты и понял, что, наверное, да, это именно то, что мне нужно. Внутри матричная стабилизация, что очень важно в видеосъёмке, особенно на первых парах, когда на механический электронный стабилизатор денег уже явно не осталось. 4К, различные цветовые профили, G-Master 18105, который он продавал вместе с камерой. Ликвидность, ту же Sony Alpha 6320A используют и по сей день. Комьюнити Sony Boy, в которых больше 50% от всех видеографов по всему миру. А это значит что? Правильно, то, что информации и туториалы в интернете будет просто завались, а вначале это будет ой, как нужно. И тут, чисто случайно, наверное, благодаря алгоритмам Google, мне попадается баннер с акцией на новую Sony Alpha 6400. Камера 2019 года, в комплекте с зум-объективом 18135, которая по цене выходит чуть дороже, буквально на 150 долларов, от той цены, что предложил мне друг за 6500, плюс объектив G-Master 18105. С первого взгляда на бумаге новинка не сильно отличалась от своих предшественников, и при этом она новая. Я начал разбираться. Матрица Тажетс Moss APS-C 24, 2 Мп, размер матрицы 23,5 на 15,6. Bayonet Sony E, максимальное разрешение тоже 6000 на 4000 пикселей, 14-бит RAW JPEG, 2160p при 30 кадрах в секунду, то есть 4К, видоискательное разрешение 2,36 Мп, сенсорный экран для ручной фокусировки, бесшумная съемка, пыли и влагозащита корпуса. И я подумал, что, наверное, как обычно, добавили одну-две функции, обновили прошивку и всё, камеры идентичны. Но это казалось совершенно не так. Главным приобретением Альфа 6400 стал процессор нового поколения. Sony уже несколько лет называют все процессоры одинаково, Bionce X, поэтому мне было сложно сходу понять, что процессор в данной камере другой. Этот просок перекочевал 6400 из последнего поколения полнокадровых камер A7 и флагманской A9. Как я прочитал, одновременно с анонсом Альфа 6400 Sony также анонсировала и новые прошивки. Основные улучшения этих прошивок – такие же усовершенствованные алгоритмы автофокуса, как и в Sony Альфа 6400, а именно Real-Time Tracking AF – отслеживание в режиме реального времени. А напомню, что данная функция доступна лишь в дорогущих Sony A9 и A7 R4. 6400, к слову, её нет. Благодаря новому процессору и обновлённой прошивке, 6400 теперь наводится на цель ещё быстрее – 0,02 секунды против 0,05. Экран теперь может не только подниматься на 90 градусов для удобной съёмки снизу, но и вовсе разворачиваться к объекту съёмки на 180 градусов. Помимо этого, 6400 добавили новые профили, которые сейчас набирают большую популярность и славятся своим динамическим диапазоном. Я говорю про HLG или гибрид лок гамма. 6500 их также нет. И я такой, ну круто, пусть она выйдет чуть дороже, но она мало того, что будет новая, так ещё получается и лучше. Была бы. Если бы в ней была внутриматричная стабилизация, как в 6500. Я не понимаю, вроде бы всё сделали круто и автофокус улучшили, и проц новый, экран. Но почему же нельзя было добавить и внутриматричный стаб? Пусть была бы чуть дороже, но тогда это была бы действительно лучшая камера из всей 6000 серии. Затем я наткнулся на ролик, где наглядно сравнивали съёмку с рук 6400 и 6500 с объективами с оптической стабилизацией. И я увидел, что разницы там не то чтобы нет, она есть, но она вот такая. Теперь вопрос стоял в выборе объектива. Спасибо опять же большому количеству информации, я нашёл сравнение этих двух объективов. Китовского 18-135, который шёл в комплекте, и G-Master 18-105, который считают одним из лучших универсальных объективов для этих камер. И да, есть технические особенности в G-Master, из-за которые его все так любят. Но если смотреть исключительно на картинку, то никакой разницы я не увидел. И в итоге, спустя несколько дней, уже полностью убедив себя в том, что она того стоит, я купил Sony Alpha 6400 с зум-объективом 18-135. А теперь помните это. Я никогда не снимал профессионально, не углублялся в всю эту тематику, не то чтобы я совсем тупой, нет. Не то чтобы я совсем тупой, нет. Да! Когда я включил камеру, я понял, что я знаю настолько мало, что практически ничего. Я начал действительно углубляться во все нюансы видеосъёмки только лишь после того, как у меня появилась действительно настоящая камера. Порой я даже не включал её, а просто читал мануалы на официальном сайте, осмотрел других авторов, туториалы, изучал самые азы видеосъёмки. Три месяца был обыкновенной губкой, которая впитывала всё, что только можно было. Что на самом деле делаю и по сей день. Насчёт недостатков повторюсь, идеальной камеры не существует. В каждой будут свои нюансы. Вопрос лишь состоит в том, сможете ли вы с ними мириться. И первое, что я заметил, это экран. Честно, я не знаю, как там дела обстоят полнокадровых камер от Sony или Canon или Gash. Но если говорить про Sony Alpha 6400, то если вы снимаете в солнечный день, увидеть на экранчике будет что-либо очень сложно. Отследить в фокусе у вас объект или нет практически невозможно. С этим бледным экранчиком даже фокус пикинг мало помогает. Нет, может у кого-то и получается, я не знаю. Или может кто-то ментально чувствует, что у него объект в фокусе. Но у меня не так. Приходится отвлекаться, прикрывать экран рукой и практически всё время надеяться на работу автофокуса. Поэтому в дальнейшем лучше, конечно, приобрести на камерный монитор. Далее перегрев. В Sony Alpha 6400 дела, конечно, отстают получше, чем в 6300 или 6500. Но у меня, снимая видео в 4К, пару раз камера перегрелась. Перед выключением видео сохраняется, тут всё хорошо, но всё равно мало приятного. В настройках можно изменить порог выключения, но этого не стал делать, так как думаю, что производителям виднее, что для их железа будет лучше. Третье – это чрезвычайно маленький объём батареи. Я очень рад, что заранее с Алиэкспресс заказал дополнительных 3 аккумулятора вот таких и зарядник, так как 40-50 минут видеосъёмки и всё. Так что, если вы надумали брать подобную Sony, то затаривайтесь такими вещами по полной, так как улетать они будут просто в ноль. По-прежнему не снимает камера 4К 60fps, что тоже очень неприятно. Сильный роллинг-шаттер при съёмке в 4К, хотя на посте через стандартные плагины того же Premiere это можно исправить. Если нет, тогда снимайте Full HD, там с этим дела обстоят получше. И последнее, как бы это противоречиво не звучало, гибкость в настройках, которая порой не помогает, а лишь ухудшает ситуацию, особенно если ты новичок, про профиля я вообще молчу. Но даже несмотря на это всё, эта камера на данный момент устраивает меня абсолютно во всём. По-хорошему я и не могу о ней сейчас судить плохо, так как я всё ещё её осваиваю и сам учусь. Возможно, когда-то, когда я уже буду с ней на дружественной «ты», научусь с лёгкостью снимать в абсолютно любых условиях, только тогда я буду иметь право сказать, что она меня в чём-то там не устраивает. А пока что я больше верю в то, что это у меня руки кривые. А чтобы они не были кривыми, нужно много работать, учиться и практиковаться, что я и планирую делать. Это видео, я думаю, и станет началом нашего с вами пути к созданию действительно крутых, коммерческих и, как многие сейчас любят говорить, кинематографичных видео. Я буду делиться с вами своим опытом, как своими успехами, так и неудачами. Расскажу про все трудности, с которыми я столкнулся и которые в начале моего пути вводили меня просто в полнейший ступор, а я даже не знал, к кому обратиться. Буду стараться затрагивать все нюансы видеосъёмки, основные настройки камеры, какая должна быть диафрагма, выдержка, ISO, что на что влияет, как правильно выставлять баланс белого, как экспонировать картинку, когда и в каком профиле стоит снимать, чтобы в итоге получить достойный результат. Поэтому, если тебе так же, как и мне, нравится видеосъёмка и всё, что с ней связано, тогда обязательно ставь лайк этому видео. Оставляй свой комментарий, про что тебе будет интересно послушать, и я обещаю, что постараюсь максимально просто и подробно тебе об этом рассказать. Но, а то я уже вижу комментарии, это совсем не означает, что я какой-то там эксперт, и за три месяца я уже узнал про видеосъёмку всё и вся. Нет, я всё ещё учусь, так же, как и вы. Разбираюсь, и поверьте, нам это нужно будет делать постоянно, если мы действительно хотим чему-то научиться. Я буду рассказывать лишь, с чем я столкнулся и как я с этим разобрался. Вот и всё. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, если вдруг ещё не подписаны, жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные, и я очень надеюсь, что познавательные видео. А меня зовут Влад, вы смотрели канал The White U. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok